Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я родилась в полной семье, где являюсь единственным ребенком, городок у нас небольшой, 1200 человек и особо ничего не происходит. Сейчас я не работаю, иногда помогаю маме, а так сижу дома и делаю уборку, смотрю фильмы и развлекаю себя как умею. Первые отношения у меня в 23 года начались, это была большая любовь, но через 7 месяцев мы разошлись. Я никогда не была одна, мне туда поставили и звонили, что расставание прошло безболезненно. Следующие отношения начались через 5 месяцев и закончились в прошлом лету. У меня успел съездить в Москву к молодому человеку, мы жили вместе, но он резко бросил меня по телефону за месяц до своего приезда, чтобы везти на ПНЖ. Вот отсюда идет проблема, уже как год я не могу никого найти, меня словно нет. Я сижу на сайтах, но толку нет, в городе идти некуда и знакомиться невозможно. В последнее время я начала наблюдать за девушкой, которая танцует на ютубе и решила написать ей, ибо там мне понравилось, но ответа не было. Да, у меня иногда отношения или скуки находятся в желании отношений с девушкой, но в городе нашего типа даже парня не найти, а писать людям ВКонтакте не знакомым мне не хочется. Друзья меня тоже не осталось на странице плюс-минус 20 человек, всего я не знаю, что мне придумать. С парнями не получается, с девочками невозможно тоже, а меня тянет к тем, кто расстребован и не станет отвечать мне незнакомкой в сети. Я не знаю, как быть с этим городом, где знакомиться и куда идти. Итак, смотрите. Один из ключевых моментов это то, что вы не работаете. Вот. Это один из ключевых моментов вашей ситуации. Вот. Почему? Почему это один из ключевых моментов? Ну, здесь всё довольно просто. Я думаю, что вы не реализуетесь. Вот. У вас нет реализации. Ну, тенденция такой к реализации. А вот. Собственно, отсюда вы тяготеете сильно. Вы сильно очень тяготеете к людям. Вот. Вот. Отсюда вот эта вот история. Про то, что вы себя получается не воспринимаете. Вот. А свое значение получается свое значение, свою значимость с другими людьми. Вы сводите исключительно к взаимодействию с другими людьми. Вот. То есть, вот такая, я бы сказал, проблема. Ну, здесь присутствует. Вот. и, соответственно, первое, что нужно решать, это проблема реализации. То есть, проблема вашей реализации. Вот. Значит, второе. это ваша, на мой взгляд, такая очевидная. Достаточно зависит от внимания людей. И, в то же время, обесценивание этих же людей. вот. То есть, вы, как будто бы, не видите себя самостоятельной единицей. Вот. То есть, вы себя, как будто бы, вообще, вот, не воспринимаете, как, значит, ну, как, вот, самостоятельную единицу, увидите вы себя, ну, вот, как будто бы, только с кем-то. Вот. Вот. То есть, вас, вот, должны были увезти, там, на ПМЖ, и так далее. То есть, вот тут, конечно, такой вопрос, да, вот. Почему вас должны увезти? То есть, ну, вы же, вы же не вещь, да, вы же не предмет, чтобы вас увезти. Ага. Получается так, что вы, вот, позиционируете себя, как будто бы, вы как раз предмет. Вот. Позиционируете вы себя так, как будто бы, вы как раз здесь, вот, ну, не самостоятельно, довольно-таки. Здесь, конечно, сказывается то, что вы единственный ребенок в семье, и, вероятно, вот, это вот, ну, это имеет здесь влияние. То есть, вполне возможно, что вот это влияние, оно дает особенность. Вот. Хотя, конечно, его, это влияние, нужно еще рассмотреть. Вот. То есть, это влияние нужно еще увидеть. Ну, и интересы. То есть, условно говоря, у меня, нет, у меня нет, эм, такого чувства, эм, что вы, эм, знаете, эм, что вы можете, эм, ответить, эм, себе, на вопрос, сейчас, эм, что представляет у себя ваши интересы. Вот. Как они выглядят. То есть, с людьми общаться нужно, эм, по-интересному. Вот. Люди так общаются, по-интересному они просто, поэтому нужны интересы. Ну, основание для чего-то общего между вами и другими людьми. Вот. Это такой аспект. Следующий аспект. Вы говорите о том, что вас, эм, значит, эм, ну вот, вас тянут к потребованным людям и это не случайно. То есть, знаете ли вы, да, с чем это связано? То есть, вот, одно отдаёте ли вы себе отчёт, в том, как так вышло, что вас тянет к потребованным людям. Эм, ну вот, понимаете ли вы, значение этого? Эм, ну вот, с тобой, что вас тянет к востребованным людям. Если, если вы разберётесь, значит, с этой своей, эм, ну, потребностью, вот, если вы с ней разберётесь, то я думаю, эм, что проблематика решит, эм, решит. Вот. Не сразу, конечно, не сразу. То есть, это вот тоже такой момент, да? Такие вещи, они, понятно, сразу, сразу не решаются. Но, решить это можно. Решить это возможно. Решить это возможно. И, дальше уже будет видно, как, как и что. Вот. Ну, ещё было бы неплохо, если вы рассмотрели вариант, вообще, эм, значит, отделению от своих родителей, стараться от них. Вот. Вариант, эм, совместного, эм, проживания. Вот. Вариант отдельного проживания. Вот. Обучение жить, эм, самостоятельно, своей жизнью и так далее. Все это вот прям, я бы сказал, было бы неплохо. В этом смысле. В этом, эм, в этом смысле, было бы вот, эм, совсем хорошо. Было бы. Было бы. Вот. Ну, вот так, как-то, как-то так. Эм, то есть, вы, эм, сейчас. Находитесь в состоянии, эм, знаете, как, как вот, эм, как можно сказать, да, вот вы сейчас находитесь в таком состоянии, эм, значит, эм, в состоянии, эм, пополнезависимости. Эм, от, ну, от других людей вы сейчас находитесь. И вот это, наверное, эм, то, эм, что сильнее всего вас, эм, ну, напрягает. То есть, у вас есть такое ощущение, вот, что вот сейчас кто-то придет, да, вот сейчас вот кто-то в вашей жизни появится, и все у вас будет хорошо. Но это, к сожалению, не так. Вот. Поэтому это очень важно этот момент исключить. Вот. К сожалению, то, что вы описываете, можно назвать интенсивностью, то есть, лично, личностной безответственностью. То есть, вы безответственны, в первую очередь, по отношению к себе. Да? Вы пишите, я нигде не работаю, иногда помогаю маме, смотрю фильмы. Вот это первое безответственность. Я не реализуюсь. Вот. Второе. Вы пишите, первые отношения начались в 23, была большая любовь, но через 7 месяцев меня дошли. Из-за чего, как, что вы сделали для того, чтобы произойти, не ясно. Я никогда не был одна, мне писали, звонили, что расставание прошло без болезни. Но все означает, что человек для вас как-то особо важен не был, потому что иначе бы вам все-таки было больно. То есть, это вопрос того, как я отношусь к людям и как я отношусь к себе. Не отношусь ли я к людям и к себе, как к расходному материалу, как к средству. Дальше. Следующие отношения начались через месяц опять и закончилось прошлым летом. Наш молодой человек бросил по телефону. Опять же, как его это поразило. Смотрите. Вы пишите, что отношения начались в 23 года. То есть, у вас было двое мужчин и вы встретили этих мужчин в своем городе. Я подозреваю, что вы не очень осознаете, что значит 200 тысяч человек. Довольно много. Дальше. Уже горько, как я не могу никого найти. А для чего вы ищете? Да? Вы пишите, меня словно нет. То есть, это вопрос значимости своей. Для своей значимости вы ничего не делаете. Вот. Я сидел на сайтах, но толку нет. Понимаете, как бы у вас с людьми ничего не связывают. В городе идти некуда и познакомиться невозможно. Опять же, вопрос в интересах. Дальше. Значит, вы пишите друзей, мне не осталось. Как это так получилось? На странице минус 20 человек всего. Как количество друзей в контакте определять количество ваших друзей? Да? Я не знаю, что мне придумать. Что придумать, чтобы что? Вот. С парнями не получается, с девушками тоже. Меня к ним тянет. С этим нужно разобраться. Более подробно. Вот. Как и с тем, что вас тянет к тем, кто вас требовал. Вот. И дальше не станет. Отвечать незнакомке в сети станет, если будет что-то общее опять же. То есть, вот понимаете, да? Какая картинка получалась. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.